По статистике, 70% всех грузов в любой стране перевозится по железной дороге. При такой территории, как у Казахстана, без ЖД-перевозок просто не обойтись. Как еще доставить из одного пункта в другой? Нефть, газ, уголь, металл – все, в чем так нуждается любая отрасль экономики. В наследство от Советского Союза Казахстану достался совершенно разбитый железнодорожный транспорт. Он был таким до недавнего времени, пока в республике не начали выпускать собственные локомотивы. Когда пять лет назад возникла идея о создании локомотивостроительного завода, мало кто верил, что это вообще возможно. Чтобы построить современный тепловоз, нужна не просто супердорогая техника, нужна сама технология, которой у Казахстана в тот момент не было. Получить технологию производства суперсовременных тепловозов Казахстану удалось исключительно благодаря авторитету президента страны. В 2006 году Наштан Абишач Назарбаев в ходе своего официального визита в Вашингтон подписал ряд документов с руководством Соединенных Штатов Америки. И тогда в пуле, так сказать, проектов было принято решение о строительстве данного завода именно в Казахстане. Казахстан является молодой, одной из наиболее динамично развивающихся стран региона, с быстро растущей экономикой, с большими амбициями, с большими предпосылками для создания подобных машиностроительных производств. Я думаю, что данный фактор был также принят во внимание руководством компании General Electric Transportation. К тому моменту у Казахстана была гигантская потребность в тепловозах. Не хватало трех сотен локомотивов, стояли поезда в Усть-Каменогорске и Семипалатинске, в Павлодаре и Шимкенте, железнодорожная система огромной страны была на грани краха. Казахстан располагает вторым по величине после России парком тягово-подвижного состава. Я думаю, это также немаловажно, это продиктувало обоснованный спрос на продукцию данного предприятия и внесло свой вклад в принятие этого решения. В 2009 году в нашей стране начали собирать первый тепловоз. Тепловоз. И не просто тепловоз, а один из лучших в мире. Мы сделали глубокий анализ. И стоимость жизненного цикла нашего тепловоза, скажем, за 15-летний промежуток его эксплуатации, составляет порядка 6,5 миллионов долларов, включая капитальные инвестиции. Тогда как стоимость жизненного цикла тепловоза 2Т116 составляет порядка 12-13 миллионов долларов. Средний срок службы этих тепловозов 40 лет. Причем, если советские машины должны были по статистике каждые 18 дней заходить в депо на техобслуживание, тепловозам Астанинского локомотивостроительного завода достаточно обслуживаться раз в 92 дня. Вы видите, насколько она отличается от тех моделей, которые эксплуатировались и до сих пор еще бегают по железным магистралям нашей страны и стран региона. Это примерно то же самое, что сравнивать «Запорожец» и «Иномарку». Я думаю, что здесь заслуга лидеров нашего государства и руководства КТЖ. Это именно они поставили вопрос таким образом, что «Дженерал Электрик» привез сюда технологию, а не просто тепловозы. «Дженерал Электрикс» далеко не единственный производитель тепловозов в мире. Их делают в Европе, очень дешевые локомотивы предлагает Китай. Можно было бы просто купить столько машин, сколько нужно, и забыть об этом на несколько десятилетий. Но именно создание локомотивостроительного завода продемонстрировало всю дальновидность политики президента. Он не только настоял на передаче технологий, которые сделала Казахстан ведущим производителем локомотивов в Центральной Азии, но и выбрал именно американские машины. То, что решение это было правильным, подтвердилось на 100%. В 2010 году, когда наш локомотив был выставлен на международной выставке в Москве, это чисто выставка, специализирующаяся на демонстрации продукции железнодорожного транспорта. И когда коллеги из стран СНГ, Балтии, увидели локомотив, произведенный в Казахстане, это был настоящий фурор. Этот локомотив является, по сути дела, уникальным не только на территории постсоветского пространства, но и по признанию мировых железнодорожников, это одна из лучших машин в своем классе. В Астане пока только собирают тепловозы. Большинство деталей, таких как, например, огромные рамы локомотивных тележек, привозят аж из Австралии. Но теперь на локомотивостроительном заводе объявлен второй этап производства. Скоро здесь будут изготавливать и сами детали. А это значит новые рабочие места и более выгодное производство. В целом, по завершению второго этапа, мы планируем осуществление на базе нашего предприятия 11 тысяч наименований различных деталей. В начале своей работы локомотивостроительный завод пообещал в самые короткие сроки собрать для казахстанской железной дороги 300 современных тепловозов. И это обещание практически выполнено. В Казахстане не просто появился собственный железнодорожный транспорт. Республика стала лидером СНГ в этой отрасли. Это и было той сверхзадачей, которую в 2007 году во время закладки первого камня поставил перед заводом президент Нурсултан Назарбаев.